По-моему, это очень интересная выставка. Я сейчас говорю не только как генеральный директор фонда УМК «Участие», не только как представитель организации и партнера этой выставки, но как зритель, как мама. По-моему, это выставка, на которой действительно стоит побывать. В Эксе такого еще не было. Эта выставка интересна не только с художественной точки зрения, с точки зрения того, что это действительно такая глубокая выставка. Нужно послушать аудиогид, нужно послушать гида или медиатора, который будет вас сопровождать. Нужно подумать, нужно походить и поговорить об этом с детьми, если вы с семьей. Но для нас очень важно, для меня, как для представителей фонда УМК «Участие», для нас очень важно, что эта выставка инклюзивна, что она действительно использует самые последние достижения, самые последние инклюзивные практики, те, которые сейчас существуют, очень передовые. Мы считаем, что это действительно в нашей философии, что мир должен быть инклюзивен, возможности и культура должна быть инклюзивна. То есть пространство нашего музея, насколько это возможно, оно инклюзивно сейчас. То есть возможности для посещения этой выставки людей с разными формами инвалидности, они действительно большие. И, по-моему, в нашем представлении люди, все люди абсолютно имеют возможности и должны иметь право побывать на выставках, побывать в различных культурных пространствах. И это действительно важно, и выставка действительно классная. Но участие в этой выставке к организациям привлекали еще и выксунцев, насколько я знаю. Вот насколько активно они отвлекались, они предлагали какие-то свои идеи, как это все представило? Вы знаете, наверное, об этом больше расскажут, скорее всего, представители Государственного центра современного искусства, которым большое спасибо, так же, как и фонду «Гольстрим», так же, как и фонду Владимира Потанина, которые были партнерами в этой выставке. Но, насколько я знаю, здесь действительно представлены выксунцы как соучастники некоторых проектов, особенно я обратила внимание на проект Владимира Селезнева, которого уже знают в Иксе, который был в прошлом году одним из кураторов «Артаврага», куратором одного из направлений, и он уже был в Иксе немногократно, и там действительно есть выксунцы. Но именно художники, которые могли бы принять участие как основные действующие лица, насколько я знаю, во время «Оупенкола», который объявлялся, выксунских художников там не было. Тут вот нужно уточнить немного, но, по-моему, есть такая история, поэтому есть соучастники, но основных художников нет. На самом деле выставка такая уникальная, и она еще проводится в Иксе. Почему в Иксе? Вы меня спрашиваете, почему в Иксе? Ну, потому что для нас фонд МК «Участие» главное место действия всех наших мероприятий – это, конечно, ВИКСа. Соответственно, когда в прошлом году в рамках проекта «ВИКСа доступ есть», у нас появилось предложение о том, чтобы провести одно из выставок проекта «Искусство быть в Иксе», у нас не было совершенно сомнений на этот счет. Мы думали, что как раз наш выксунский музей, который прошел разные стадии проекта «ВИКСа доступ есть», действительно создан просто сейчас для подобных выставок, и сомнений у нас не было. По-моему, выксунцы должны посетить эту выставку, еще раз повторюсь, должны посетить ее с детьми, поговорить с ними об этом, поговорить о том, насколько разные люди, насколько мы все отличаемся друг от друга, и мы все вместе, и насколько мне, по-моему, это самое важное. Можно еще вопрос по доступной среде? Да. Благодарительный фонд реализует множество проектов на протяжении многих лет. За эти годы как все-таки среда стала доступнее, насколько? Наблюдайте за этим. Мы наблюдаем за этим, и сейчас в ИКСе проходит даже аудит доступности. Я не говорю сейчас, конечно, обо всей ВИКСе, обо всех объектах, которые есть в ИКСе, но мы идем постепенно. Сейчас, по-моему, аудит доступности прошел наш музей, прошла и пройдет еще арт-резиденция, другие пространства. На самом деле мы еще только в начале большого пути, и здесь очень многое нужно сделать. Есть большие еще пока вопросы, даже к музею, который уже давно на этом пути стоит. Ну, это издание федерального значения, поэтому здесь свои есть сложности. Поэтому мы считаем, нет предела совершенства совершенно. Сейчас в ИКСе так много разных изменений, так много новых пространств, так много новых дорог и велодорожек, и разных других дорожек, парки, как много изменений, и как много там бордюров. Мы это понимаем, и действительно, ну, то есть процесс идет, но он очень небыстрый, и это касается вообще всей России, на самом деле, всего мира. Мы вот, мы как какие-то шаги уже предприняли, но мы еще далеки от совершенства. Но проект ВИКСе доступ есть, можно я тогда скажу два слова. Проект ВИКСе доступ есть продолжается. В прошлом году он реализовывался с фонда президентских грантов, в этом году уже самостоятельно. В этом году есть разные сложности, как вы понимаете, почему вы все в масках и так далее. Но он не закончится, он будет продолжаться. И я думаю, что мы будем все ближе к инклюзии, потому что сейчас мы все-таки еще, наверное, на уровне адаптации, когда пространство информации адаптируется для людей с разными формами инвалидности. Но еще это не полноценная инклюзия в нашем представлении, но мы к ней идем. Экспозиции, насколько я понимаю, я правильно понимаю, представлены в большей мере современным искусством? Абсолютно точно. А в будущем, возможно, планируется ли что-то подобное именно по направлению классического искусства? Смотрите, у нас в музее, если можно сказать, что у нас есть экспонаты классического искусства, и у нас есть, например, к ним тактильные модели, вот это как раз инклюзия в действии, собственно, адаптированные. Произведения искусства, там есть у нас и аудиогиды, и самое главное, что представители музея, наши экскурсоводы прошли специальное обучение, они могут работать с людьми с разными формами инвалидности. Это и есть начало инклюзии, это и есть наш музей со своими классическими произведениями уже отчасти инклюзивен. То есть, придя вот на нынешнюю выставку «Искусство быть вместе», люди тем же образом могут дополнительно ознакомиться с экспозициями? Конечно, я думаю, что все должны ознакомиться с разными экспозициями музея, но сейчас мы говорим про «Искусство быть вместе», я просто не перестаю рекламировать эту выставку для жителей нашего города, потому что прям искренне, совершенно, от всей души, это очень интересно, это очень любопытный опыт. Если вы пройдете по ней в течение одной минуты, вы, конечно, ничего не поймете и не прочувствуете, и не сможете ощутить этого, но выделите, пожалуйста, на это минут 40 своего времени, и послушайте, и вы действительно насладитесь. До новых встреч! До новых встреч!